Есть в Москве на Садовом кольце Там наверху необыкновенные часы Часы кукольного театра – самые интересные часы Москвы Многие ребята и даже взрослые считают, что Центральный кукольный театр – самый замечательный театр столицы Достать сюда билет трудно И бывает очень обидно, когда на кассе висит табличка «Все билеты проданы» Вот мы и решили всех, кто никогда не был в этом новом красивом здании, пригласить с собой Входим прямо в вестибюль Смотрите, как здесь просторно За стеклами музей В нем живут куклы – артисты всего мира Куклы волшебные, которые оживают в руках людей и даже разговаривают человеческими голосами Но сейчас они молчат, конечно И только поблескивают бусинками глаз Куклы – артисты всего мира 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 Слышите, птицы поют. Это мы с вами в зимнем саду. На яблонях с золотыми листиками висят клетки с канарейками. Здесь есть знаменитые певцы. А в мраморных водоемах плавают золотые рыбки. В этом доме тебя хотят порадовать и удивить. И хотят, чтобы ты навсегда запомнил посещение кукольного театра. Ну, кто из вас, ребята, знаком хотя бы с одним директором театра? Вот видите, почти никто. Ну, раз так, то сегодня мы познакомим вас с художественным руководителем и директором самого лучшего кукольного театра нашей страны. Мы пригласим к вам в гости, ребята, народного артиста СССР Сергея Владимировича Образцова. Дорогие ребята, я сейчас нахожусь в Москве на телестудии. А где вы все, я не знаете. Совсем не знаю. Может быть, вы в Москве, может, вы в Туле, может, вы в Новосибирске. Вы в разных местах. И мне, конечно, даже трудно представить себя сейчас, кто меня видит и кто меня слышит. И я не знаю, знаете ли вы меня или нет. Некоторые, может быть, знают, некоторые, может быть, не знают. Значит, я должен сперва сказать, кто я. Я руковожу кукольным театром в Москве. Называется он Центральный театр кукол. Ему 40 лет этому театру. Я с самого первого дня им руковожу. Значит, моя профессия – это кукольный театр. И меня попросили сейчас рассказать вам, как эта профессия моя родилась. Почему я этим делом занялся и что меня надоумило, вот, заняться кукольным театром. Вот об этом я вам и буду рассказывать. Мне скоро будет 71 год. Значит, когда я был мальчишкой, никаких кукольных театров, профессиональных, не было в старой России. Значит, мне и не могла прийти в голову мысль о том, что я буду вот этим делом заниматься. Я родился в семье, которая не имела никакого отношения к театру и к искусству. Я родился, так сказать, у нормальных родителей. Мой отец был инженер, моя мать была преподавательницей русского языка. Значит, как будто бы и не должно было быть так, чтобы я вот занимался искусством, да еще кукольным театром. А в то же время все мое детство и вся моя юность привела меня вот к этому делу. Так, наверное, у всех получается. И у вас так же получится. От того, что вокруг вас, кто вокруг вас, какие люди встречаются рядышком, кто кем увлекается. От этого потом возникнет ваша профессия. А у меня было так. Во-первых, я любил петь. Это по простой причине. Мой отец с Украины, все украинцы поют, он пел. Ну, мать, она москвичка, но москвичи тоже поют. И она тоже пела, и брат пел. Вот мы все вчетвером пели. Любили петь, и все. Мы не пели там для знакомых, мы не хвастались своим пением. И никто нам не аплодировал, и никаких мы за это грамот не получали. Мы просто самые песни любили. А тем не менее, мне кажется, если бы я в детстве не пел с папой, с мамой, так и вот профессии сегодняшней моей тоже бы не было. Просто знаю наверняка, что не было. Значит, первое, это я любил петь. Второе. Мы жили около большого парка. Вот есть такой район Москвы, Сокольники. Это парк большой. Лес даже, можно сказать. И там всякие птицы. В каждом лесу и чижики, и снегири зимой, и свиристели зимой, и зяблики летом. Соседские мальчишки голубей гоняли. У другого соседского мальчишки был аквариум. Ну, вот нас двое братьев, двое мальчишек. Если рядом с нами такое, мы же не можем не заразиться. Конечно. И естественно, что у нас дома были и синицы, и клесты, и чижики, и щеглы. И все детство я гонял голубей. И была, конечно, кошка, и была, конечно, собака. И был аквариум, и потом еще второй аквариум. И я очень благодарен моей маме за то, что она нам позволяла этим увлекаться. Знаете, раньше это было ведь труднее. Вот сейчас у меня тоже есть аквариумы. Они подогреваются электричеством. А тогда ведь керосиновой лампой. И она коптела. Все равно мама разрешала нам это. А вот это уже прямое отношение имеет к искусству. Потому что для того, чтобы заниматься искусством, нужно уметь удивляться и уметь видеть. Вот если человек не удивляется, какой формы облака, похоже он на слона, или на перья, или на волосы, он тогда может ни в какую картинную галерею не ходить. Потому что тогда ему все равно. Но непременно должно быть человеку интересно, что на что похоже. Если это ему не интересно, он в искусстве ничего не поймет. И то, что мы увлекались природой и животными, это сослужило большую службу в моей жизни. Ну, мой брат стал биологом, ученым. А я вот, видите, актером и руководителем кукольного театра. А все равно произошло это от любви к природе. Я и сейчас без этого не могу. И сейчас у меня есть собака. И сейчас у меня есть кошка. И сейчас у меня есть канарейка. И сейчас у меня есть голуби. Даже много голубей. 50 штук. И я люблю их. И люблю, как они летают. И люблю людей, которые любят голубей. Но я вообще люблю всех людей, которые любят животных. Потому что я просто сам люблю животных. И не могу иначе. Но как будто это тоже не имеет никакого отношения к делу. А в то же время, мне кажется, это сослужило мне большую службу. Наконец, третье мое увлечение детства. Я любил рисовать. Все детство я рисовал. И так и думали мои родители, что я буду художником. И я так сам думал, что я буду художником. И когда я кончил среднее учебное заведение, тогда это называлось реальное училище, я поступил в высшее учебное заведение, на живописный факультет, а потом на графический. И я по образованию художник. Значит, как будто бы тоже не имеет никакого отношения к моей сегодняшней профессии. А в то же время вы через некоторое время поймете, что очень даже имеет. Профессия моя возникла как будто случайно. Когда мне было лет шесть, мне мама подарила куклу. Вот так она надевалась на три пальца руки, вот так пошевелишь пальцами, она шевелилась. И была смешная кукла. Ну, я ее любил. Я только не знал, что мне мама подарила профессию. И мама не знала, что она мне подарила профессию. Просто она вот мне подарила куклу и все. Вместе с детством я эту куклу, эту игрушку потерял и забыл о ней. А когда я уже был студентом, я вспомнил об этой игрушке и сделал из старого черного чулка такого негритенка. Тоже вот на три пальца надевался, вот так пошевелился, и он шевелился. Ну, тоже это была только шутка, только забава. Смешил я этим негритенкам моих знакомых, да и все. Но в это время в Москве был объявлен конкурс в музыкальный театр. Назывался он «Музыкальная студия художественного театра». И мне кто-то сказал, вот ты поешь, ты пойди, может тебя примут. Я был уверен, что меня не примут. Но я даже не собирался поступать. Но мне было мало лет, и я пошел. Ну, почему не пойти, конкурсы интересны. Я пошел, когда пришел туда, в этот театр, это было в здании художественного театра, и записался там у столика, мою фамилию назвал, я понял, что я зря пришел, потому что пришло 300 человек, а примут 7. Ну, и пришли настоящие певцы с такими шевелюрами, полоскали горло какой-то там лекарством, наверное, листали ноты разные, откашлялись в нос. А я кашлял нормально. И, ну, я стал все-таки ждать. Меня вызвали. Мне сказали, что нужно спеть два романца. А председателем этого жюри, этого конкурса, значит, был Владимир Иванович Немирович Данченко. Ну, известнейший режиссер, создатель художного театра, вместе со Станиславским они его создали. Значит, он был, сидел в центре стола. Я спел два романца, а потом он мне сказал, что нужно сказать стихи. Я никогда стихи так на людях-то не читал, но все-таки какие-то стихи я знал, я прочитал стихи. И он, наверное, в насмешку над тем, что я очень молодо выглядел и был действительно моложе всех других, он спросил меня, и так подчесывая бородку, сказал, скажите, пожалуйста, сколько вам годов? А я с испугу, ну, от волнения, сказал, мне 21 лет. Все рассмеялись. А он сказал, почему вы смеетесь, это я неправильно спросил, он меня поправил. И, наверное, он подумал, что я остроумный, и меня приняли. Это было совсем неожиданно. Приняли в театр, не в какой, не в кукольный, а в театр музыкант. Через несколько дней мне дали роль. Маленькую роль. Ну, просто четыре фразы в одной картине, одна фраза в другой картине. Я эти все фразы выучил, а играть не мог. Мне было стыдно. Мне казалось, что это очень стыдная профессия. Значит, кого-то изображать, вроде как бы кривляться, на меня будут глядеть. Ну, стыдно. Но мне дали режиссера. Это была Ксения Ивановна Котлуба. Ее давно нет на свете. Но с ней я сделал только одну роль в своей жизни. Но она навсегда стала для меня учителем. Вот и сейчас, когда я что-нибудь делаю, я всегда думаю, а что бы мне сказала Ксения Ивановна. И она мне тогда сказала, ну, вы играть не умеете, но вот у вас кукла, она же смешная. И вы смешно ее показываете. Значит, где-то там у вас актер сидит. Ну, что же, я тогда решил сделать такую куклу, как вот я хочу, чтобы была моя роль. Я сделал старика. Она сказала, ну, надень старика на руку. Как подходит ему, слова ли не подходят. Я стал проверять. И я перестал стесняться. Не я говорю, он говорит. Мне какое дело. Значит, и я вот проверял и решил, что можно сделать лучше старика. Я сделал второго, потом третьего, потом четвертого, потом пятого. Я сделал пять стариков. И пятый был очень какой-то страшный. У него был подбородок вперед, шея такая короткая, сутулая. Он был, длинные руки, длинные ноги, глаз заплывший. Но как я надел его на руку, так мне сразу показалось, что это просто его слова. Будто он сам выдумал. И тогда мне захотелось самим стать таким же. Ну, что будет, если у меня будет короткая шея, как я буду вертеть головой, что будут длинные руки, как я буду рассуждать этими длинными руками. Наверное, не так, как я сам рассуждаю. Что будет, если у меня будет подбородок вперед, у меня, наверное, изменится голос. Я буду говорить таким другим голосом. Что если у меня еще заплывший глаз и шляпа какая-то. Я должен что-то тихо сказать дамам, чтобы не слышал вице-карот. В общем, мне понравилось. Мне понравилось быть другим человеком. Я понял, что это интересная профессия, уметь жить чужой жизнью, как своей собственной. Там пять минут, десять минут. Ну, сколько у автора есть, сколько режиссер, так сказать, дал. Я сдал роль Немировича Данченко, он ее принял, я стал играть. Театр поехал за границу, мы восемь месяцев ездили, плавали, и я уже стал играть много ролей. Но опять, все-таки, это же еще не кукольный театр. Но открыла дверь мне в это искусство актера, выходит кукла. Я проработал в этом театре восемь лет, перешел в другой, в драматический, еще там шесть лет, во втором хат. В общем, четырнадцать лет я был на сцене обычного театра. Но эти старики-то у меня остались. Значит, я иногда их на руку надену, поверчу, какому-то старику-старуху сделал, все-таки женщина. Значит, стали они петь какой-то романс, там, я помню, день до этого было счастье. Ну, я дурил, просто дурил. Теперь это называется хобби, а тогда это называлось дурь. Так вот, я дурил, не думая, что это моя профессия. Но кто-то мне предложил показать это на сборном концерте. Я показал, и это имело успех, и люди хлопали, радовались, смеялись. И тут же меня предложили еще где-то выступить там через неделю. Я опять выступил, и стал все чаще и чаще показывать кукол. Ну, просто я думал, что мне в конце концов надоест, что это зрителям надоест. А оно не надоедало. Все больше и больше, больше и больше. И мне предложили организовать театр. Это было сорок лет тому назад. Нас было всего десять человек. И мы поставили маленький спектакль. Вот прошло сорок лет. Нас в этом театре уже не десять человек, а триста сорок пять. Это большой театр даже для драматического. Мы сыграли за это время больше двадцати семи тысяч спектаклей. Мы объехали четыреста городов нашей страны. Мы проехали двадцать три иностранных государства, еще во многих были по нескольку раз. Нам построили удивительное здание, просто удивительное, с двумя залами. Один для взрослых, другой для ребят. А почему сейчас так тихо в зале? Чем так озабочены ребята? А, так и есть. Это тигрик Петрик идет по лесу. Только есть он тигрик. Так почему у него нет черных полос? О, это очень трогательная история. Были у него полоски, были. Видите, черный, как у настоящего тигра. Только храбрость у него была не тигриная. Ну, всего боялся. Испугался. Не надо, ребята, смеяться. Он же, он же не виноват. А это что такое? А-а-а, это идут доблестные тигры. Тут даже я бы испугался. Подойдут свои тигры, гры-гры-гры. Усатые, полосатые, отважные ковры. Не знают, сколько тигры, гры-гры-гры. Отважные все тигры, а до сваденческой поры. Подойди сюда, малыш. Скажи, кто ты? Я Петрик. Тоже тигр. Снаружи, как будто бы тигр. Но ты испугался. Он испугался? Испугался. Да. Я всего боюсь. И жуков, и грома, и всего. Мама говорит, что я трусишка. Невозможно. Невероятно. Недопустимо. Трусишка. И говорит, что он тигр. Тигр. Это храбрость, смелость, отвага. Нет. Ты не тигр. Ну, как же? Как же не тигр? Вот же мои черные тигриные полоски. Черные полоски? А знаешь, что говорит наш тигриный закон? Тигр. Тиграм отважным, храбрым тигрятам черные полосы очень идут. Но трус не достоин быть полосатым. Трусы и гладкими проживут. Вот и отняли черные полоски у тигренка доблестные тигры. Видите? Станешь храбрым, вернем. А где же ее достать, храбрость? Мама говорит, что у меня ни на копейку храбрости. ни на копейку? У меня есть копейка. Пойду на базар и куплю на копейку храбрости. Ну, не надо смеяться, ребят. Он же не понимает, что храбрость не продается. Вон, весь базар смеется. Петрик, Петрик. Мы тебя ищем. Мама заболела. Твоя мама заболела. Мама? Надо доктора. Доктора-то хорошо. Да кто ж его позовет? Он живет за дальним лесом, за глубоким оврагом, за широкой рекой. А скоро вечер, за вечером ночь. Никто не пойдет за доктором. Я пойду. Ты не можешь, Петрик. Ты же трус. Ты же всего-всего боишься. Ну и что ж такого, что трус? Мама? Ты на. Я пойду за доктором. Молодец, Петрик. Вот почему он идет по темному лесу. Страшно, но ведь мама больна. А вот через овраг по этому бревнушку перейти очень страшно. Но мама больна. Мама больна. Молодец, тигрик. Нашел таки доктора. И доктор вылечил маму. Поздравляем вас, мама тигрица. У вас очень храбрый сын. Настоящий отважный тигр. Он достойен носить черные тигриные полоски. что-то. Я прямо не понимаю. Искал, искал и не нашел. Откуда же она у меня взялась? Моя храбрость. Слушайте, что ответили отважные тигры. Это очень важно. Храбрость приходит к тому, кто думает о других и забывает о себе. Теперь это моя профессия. И вот теперь вы, наверное, видите, что она действительно создана из всего того, что было в моем детстве. Из маминых и папиных песен, из любви к природе, из того, что я занимался живописью и графикой, а в кукольном театре нужно же сделать еще кукол. У нас большие мастерские. Все-таки я могу разговаривать с нашими художниками, мастерами на профессиональном языке, потому что я сам художник. И это повлияло. И повлияло то, что я был в театре, которым руководил Немирович Данченко. И это большая честь и школа, так сказать. И что я играл во втором хате вместе с крупнейшими актерами, такими, как Геоцинтова, Бирман, Берсенев. Это тоже и большая честь и школа. Значит, моя профессия создана из всего, что было сзади у меня. Вот и ваши профессии создадутся в результате всего того, что вокруг вас сейчас. Вот я выполнил свою обязанность, рассказал вам о том, как родилась моя профессия. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok